Он реален, он страшен, он смертоносен, это без сомнения, ковид. И, кстати, вот ни черта не понятна, потому что все везде врут друг к другу, врут на всех уровнях, врут с применением электронных носителей лично, врут в детских садах. Хотя понятно, что дети стали суперпереносчиком этих инфекций, не болея сами и не демонстрируя симптомов, они, тем не менее, разносят его из своих домов по другим детям. И вот, например, там вот жуткий случай, когда все промолчали про то, что в детсаду планета детства в Марьино, через одного ребенка тоже пошли заражения. Врут все и все, но пойми, Оля, никто никогда ковид побеждать не будет. И никто, собственно говоря, это делать не собирается. Дело в том, что у ковида золотые яйца, и он несет эти золотые яйца. И сейчас мы с вами являемся такими робкими зрителями, наблюдателями того, как на ковидные аксессуарики делаются улетные, невероятные состояния, которые не снились никаким российским старым олигархам. Это очень доходная штука. И очень, кстати говоря, политически грамотная эта штука ковид. Потому что сейчас появилась, во-первых, возможность валить на ковид все, что можно и все, что нельзя. Самой власти, как выяснилось, он абсолютно пофигу. И она от него не страдает. Но он выполняет одну очень важную политическую функцию. Он разоряет исключительно ту мелкую буржуазию, активную, креативную, которая является наиболее опасной для власти. Разоряет, обескровливает. Ведь, смотри, она, в принципе, не способна к консолидации, но она была представлена очень пламенными, очень неспокойными, очень неравнодушными людьми, которые в какую-то минуту могли продемонстрировать эту консолидацию. Теперь они разорены, они обескровлены. На них висят их недвижимости, которые требуют постоянного вливания налогов. На них висят дорогие автомобили, с которыми непонятно, что делать и куда девать, и которые тоже жрут постоянно деньги и налоги. Хныкают жены, хныкают любовницы, которые... То есть их жизнь превратилась в абсолютный ад. И вот этот наиболее опасный и неприятный класс ковид-то как раз и практически аннулировал и обезвредил. У них еще есть какие-то, к сожалению, вот они разорились, но не настолько, чтобы идти и что-то делать. У них еще теплятся какие-то надежды. И эти надежды подпитываются очень умело и очень аккуратно, в том числе и пропагандонами. Поэтому я думаю... Слушайте, ваша концепция мне очень нравится. Я туда еще пытаюсь встроить, например, студенчество, которое чем больше уходит на удаленку, тем реже друг друга просто видит. Да, но пойми, на удаленку уходит во всех странах мира. Понятно, что в России с этого снимается особый дешевт. Вот с того, что действительно они перестают чувствовать друг друга и перестают заражаться друг от друга тем настроением, той эмоцией, той жаждой справедливости, счастья, социального лифта и всего остального, что характерно для всякой молодежи.